Всем привет! Вы на канале Домашнее Подворье Прибыльное хозяйство. Котлетка. И не какая-нибудь, а фирменная индюшинная. В моей семье настоящий культ индюшинной котлетки. Когда я ее готовлю, тонкий, но очень навязчивый аромат индюшинного мяса со специями слышно далеко за пределами кухни. Он берет в плен всех, до кого доберется и семью, и даже соседских котов. Обычно при монтаже видео идет рецепт, дальше процесс приготовления, ну и в конце результат. Для этих котлет начнем с результата, потому что за кадром оживления требуют подать главное блюдо на стол. Пусть еще немножко подождут. Отличные котлеты получились. Уже 5 лет занимаюсь выращиванием индюков. И часто сталкиваюсь с тем, что люди попросту не умеют готовить индейку. Это шикарное диетическое мясо, но его нужно уметь приготовить. Начнем с рецепта. Котлетка индюшинная. Рецепт надежный, прошел проверку. Семья и гости отлайкали. Нам понадобится 800 грамм индюшинного фарша, 200 грамм белого хлеба, 3 куриных яйца, 300 миллилитров молока и еще 100 миллилитров, если фарш будет не пластичным, чеснок, смесь перцев и соль по вкусу, мука для обваливания, подсолнечное масло, чтобы обжарить котлеты. Для фарша беру свежее домашнее индюшинное мясо. Обязательно удаляю кожу. Перемалываю на мелкую сетку. Хлеб размачиваю в молоке и тоже перемалываю. Можно блендером, можно мясорубкой. Вместе с хлебом перемалываю чеснок. Беру обычно 4 зубчика чеснока, но тут кто как любит. Соединяю фарш с хлебно-молочной смесью и добавляю яйца. У меня домашние яйца грамм по 65. Соль и перец по вкусу. Но не забывайте правило. Хорошему мясу специями создают оттенки, поэтому их нужно совсем чуть-чуть, а плохому забивают, собственно, дурной запах самого мяса. Дальше необходимо слегка отбить фарша. Это поменяет его структуру, сделает котлеты более нежными. Начала отбивать и увидела, что немного не хватает жидкости. Фарш слишком густой. Добавляю еще 100 миллилитров молока. Теперь хорошо. Готовлю сухую поверхность для обваливания котлет. Посыпаю ее хорошо мукой. Пора ставить сковороду на разогрев. Наливаю немного подсолнечного масла. Формирую котлетки. У меня получилось 18 штук. У каждого свое видение идеальных котлет. Мне нравятся такие. Обваливаю их в муке и отправляю обжариваться. Подрумяниваю их с двух сторон. И снимаю со сковороды. Обратите внимание, нужно подрумянить на умеренном огне. Только так в мясе сохранится и сок, и нежный аромат. Дальше довожу котлетки на пару. Еще минут 10. Важно доводить на пару. Не в воде, не в подливе или в соусе. Иначе вы испортите вкус. А пока котлетки парятся, приготовлю для подачи свой любимый соус майонез. Займет это не больше трех минут. Базовый рецепт. В этот раз добавлю чуть-чуть свежей петрушки. Она придаст майонезу легкий аромат и оттенок лета. О том, как быстро сделать полезный майонез, у меня есть видео на канале. Ссылка в правом верхнем углу или под видео в описании. Если кто-нибудь скажет вам, что индюшатина не ароматная, или сухая, или еще какая, не верьте. Человек просто не умеет готовить. Если тема рецептов с этой птицей будет вам интересна, обязательно продолжу ее. Обожаю крутой горячий индюшинный бульон. Буду рада, если вы поделитесь своими рецептами. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Домашней Подворье Прибыльное Хозяйство. Впереди много всего интересного. Пока-пока, до новых встреч!